Это плохо Я не помню Накройте там Если есть Ну а если есть Какой-то Вот А вот Вот Ну тут Цветным шрифтовым напечатан Вот это так хорошо видно А если похуже будет полиграфик То уже тут плечо не рассматривается То есть модулы как минимум белые Например, а линии должны быть там черными Видние они там тоже разные цветов Поэтому они там должны быть Может есть какой-нибудь уже заведомо готовый Тиквель скрипт, который позволяет Модулу из модул 7 это делалось Пастить или сахаром Но у него же вроде да, есть там эти колоры У него можно Он же переконфигурируемый Не знаю кто Надо просто будет посмотреть Я загуглю, может быть человек найду Подумай, пожалуйста Потому что Так В LAMBA В LAMBA Как я уже говорил Что вот, всё-таки Самое главное, что нужно сделать Это надо сделать выжимку Из той вот книжки И сделать после что что все актуально актуально вот все вот вещи да ну ладно в общем да ну насчет ламы 6 то есть я там сделал много разных много разных прав то есть я не буду через них всех проходить то есть то есть как я уже сказал что самое главное это что вот вы там начали говорить в блоке асайменс и из этого просто студент некоторое время читает то что он понимает как бы и что это но не понимает зачем он до этого взяла бы тоже не понимал но да ну да в общем как то это нужно переструктурировать куда то куда то поместить но сейчас да и кроме этого меня несколько напрягает блоки ассайменс делей или же ивент то есть в виде в виде в виде от мэта лингвистическая формула да в идеале но дело в том что когда пишется там просто с помощью поддержки можно делать перед стейтментом и там из этого получается либо транспорт дилей либо пропагришн, интрофигн, по-моему, называется, да, 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 вот, то есть там из этого получается разные дилей, делать это в блокинг, ну, лично я дилей внутри в блокинг точно не пишу, нифига, но есть такая возможность, правильно, то есть это же было, это моделирование, но даже в моделировании просто, просто вот, я просто пишу там всегда, там, условно, например, там, такое-то, а если пишется A, присвоить SN10B, то есть, ну, в нон-блокинге, в нон-блокинге это как бы еще и понятно, но в блокинге, просто для чего-то писать в блокинге. И потом это же нужно только для адресов, раз мы пишем синтезами для код, надо так говорить. Да, это нужно только для адресов, если обстоят ивенты внутри ассайдмента, но я так сам не делаю, я не делаю. Нет, это понятно, что есть тоже фракция, вот такая же возможность есть как бы сделана, она просто представлена как, ну, что-то есть. Как экзакл, экзакл такой для развития, для общего развития. Хотя, конечно, вот эта тема очень сложная для студентов, вот, они очень тяжело это понимают. Просто там же есть потом пример в конце, ну, как пример с тайминг степами и показано, что когда появляется, то есть, ну, простейший, да? Да, но это, это просто в реальной жизни люди все эти варианты не используют. То есть в реальной жизни, в реальной жизни вообще, ну, вот у нас в компании, когда водятся вот все такие штуки, то есть у нас есть специальная библиотека глобальных примитивов, где есть модули, используемые, значит, всеми дизайнерами, вот, так или иначе, вот такие вот штуки, как, как вот, дилей, чтобы все было, значит, дилей не стоят внутри этого модуля примитива, вот после чего код, в котором пишется вот, собственно, сам код, вот, он пишется просто куча, куча, значит, ассайментов, вот, в некоторых ядрах, особенно, там, в последнем, там, много и, и, оллез-блоков, но так, чтобы писали, особенно с хайф-колдом, константами, вот, такие вещи внутри блоков, которые есть, вот, библиотека глобальных примитивов, это, на самом деле, способ добавить себе на ошибку в отладке. Вот, если еще используются разные форматы, типа, вот, такой формат, вот, такой формат, то это как бы, вызывает у студентов вопрос, зачем их два, вот, и что этим действительно так все время пользуются, но, скажем, вот, 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 это я вообще считаю, что присниселью. Вот, если, скажем, нон-блоки на сайт, то, да, вот, там есть разница, вот, между этими двумя типами, эти, билые, но, в таком формате. Ну, то есть, смысл такой, просто убейте эту... Ну, чтобы... Ну, смысл такой, что вот там какая картина, что вот есть, типа, вот, картина с блокингом, теперь вот с блокингом, но блокингом, но мы только меняем вот все вот эти задержки, которые были вот внутри, которые вот сейчас вы написали примеров, они изменяются, просто добавляются неблокирующие присвоения, и что тогда меняется, мы больше никаких цифр не поменяем, мы только поменяли знак присвоения, и в этом контексте, как раз, ну, вот, и, ну, происходит все внутри, как бы, чтобы показать, почему так меняется. Мне-то нужно перечитать, да. Я еще не перечитаю. Но... Ну, а... Ну, а... Нет, ну, а... Симпризируется. Я за счет. Симпризируется. И тайминг аккуратно. А если стоит полностью регулировать? Нет, нет. Мы имеем цель в том, что для того, чтобы блокинг, не блокинг показать, если правильно, да, вопрос в том, чтобы защищать блокинг, не блокинг, и дальше, чтобы по-разному работать. А-а-а. Не-не-не. Блокинг, не блокинг – это как раз все нормально. Там легко показать и с помощью синтеза, и с помощью... Если надо оставляться. Я говорю, что вот вставлять внутрь блокирующего присвоения... Я понял. Но, собственно, если мы вот в этом примере убираем вот эти вот задержки, то пример рассыпается. Правильно? Нет. Там убираем... Меняем знак блокирующего, а не блокирующего присвоения. И меняется результат модулирования. То есть, ну, не повут тайминг, а изменяется тайминге событий, которые возникают. Правильно. Соответственно, при тайминге ставишь просто в форме константы. Для примера, да. Ну, если вы выбираете константы, значит, вы пример рассыпитесь. Правильно? У тебя все будет в одно время происходить. Вот. Соответственно, что вы не посмотрели в одно время, просто нужно сделать стимуляцию не функционально, а аккуратно по таймингу. То есть, синтезировать эти конкретные плес, она расстроит эти блоки как надо, и, соответственно, у тебя будет разный тайминг. Здесь нет привязки к любой, ну, какой-то архитектуре или плес, либо там, либо шайсик, вообще-то, то есть, какой-то... Ну, понятно. Концент ССК, и там смысл идеи подойти вот как раз к этой, ну, этапу мы больше людей в симуляторе. Не, я понял, понял. Я просто пытаюсь предложить идею, которая была права, то, что мне нравится им. Есть там function simulation и тайминг simulation. Вот оно как раз прекрасно это все показывает. Ну, да. Я думаю, что во всех симуляторах такое есть. Но я, кстати, ни разу в жизни не видел код, в котором end event вписывалось внутрь блокирующего assignment. Я вообще считал, что это должен быть syntax error, но если это не syntax error, то я, по крайней мере, слова никогда не видел. Стандарт не спрещает. Не, а я бы спрещал только то, что студентам легко дается и без всяких... Понимаете, можно туда накрутить такие сложные фразы, которые потом не разберет человек. Нет, я как бы не защищаю, можно убрать просто... И так же, если можно, тут еще и... Ивенты еще воткнуть. Я тут сам присваиваю. Под ближайшие дети, думаю, что же такое же... Хороший разберет. Плохой, так был плохим, так плохим не остались. А нормальный? А нормальный, надо нормально объяснить. Он тогда все поймет. Если он нормально ему хочет разобрать, он это разберет, даже если это не очень хорошо. Коллеги, у нас люди морозили. Давайте, может, закончим. Да. Давайте, значит, постепенно будем все это загулять, и теперь решим моменты, которые нам нужно решить. Чтобы все установить по имейлу, пресле всего. Ну, пресле всего в такой виду, что... Кому нужны платы DE 10 ватт? То есть... То есть... У всех есть? То есть у вас есть? Какие? DE 10 ватт? DE 10 ватт. Это стандартная плата, которую мы используем для этих ватт. Вот. Так, хорошо. Тогда я... У нас даже рейтинг, да? А у вас экономы не надо. Нет, у меня не слишком много. Я их, так сказать, очень экономлю. Вот. Так, теперь... Тарек, на самом деле, Как я уже сказал, что... Так, у нас текущие образовательные программы, от Робердова, на ней, Заканчиваются. То есть, он их ром будет, значит, перевесить на дителе. Вот. Но, так как заканчиваются... Сейчас наш менеджмент ждет от нас предложение по образовательным программам. Я хочу в них включить и вот это тоже. Сейчас. А иммагинейшн, универский программ, она все? Или не все? А, я, собственно, об этом не сказал. А, окей. Что, собственно, случилось? То есть, как вы помните, вот в 2013 году MIPS стал частью иммагинейшн. Вот. После чего... Вот. После чего... Вот. После чего вот в иммагинейшн пришел Роберт Овен. Вот. Который смог, например, сагитировать менеджмент, делать MIPS FPG. Хотя до этого за эту идею там и я и другие люди агитировали менеджмент достаточно много. А также смог сагитировать менеджмент и сдать Харрис от Харрис. Вот. И также все... Connected MCU. Но в апреле этого года, как, как вам известно, Эппл сказал иммагинейшн, что они решили делать собственные Power BI GPU. После чего иммагинейшн, как паблик компания, вот, была обязана сообщить это акционерам. И в течение одного дня акции упали в четыре раза. После чего выяснилось, что если до этого вот было отделение в UK, которое географический процессор Power BI GPU, которые стояли в Apple iPhone, Apple iPad, Samsung Galaxy и разных других устройствах, то теперь выяснилось, что... И раньше вот это отделение зарабатывало деньги, а MIPS просто сидел себе такой, будучи не убыточным, но и не особенно прибыльным. Вот. И типа как это было просто такое вот дополнение к Power BI GPU, то теперь вышло наоборот, что вот имеется MIPS, который не убыточен, и вот имеется 800 инженеров в UK, у которых неожиданно в четыре раза уменьшается доход. Вот. То есть те, которые делали Power BI, вот. И после чего менеджмент решили отделить отдельный MIPS, продать кому-то, после чего на вырученные деньги, чтобы делали иммагинейшн, типа, то ли судить Apple, то ли еще что-то. В общем, после чего в июле месяце выяснили, что имеется некий загадочный покупатель, который хочет купить всю иммагинейшн и MIPS. В конце концов, этот покупатель выяснил, что это был большой китайский инвестиционный фонд, вот. Но у того фонда он до этого пытался купить компанию, эту самую, Элландис, вот, которую вот Дональд Трамп запретил, значит, покупать. После чего этот китайский фонд, на всякий случай, чтобы не случилось то же самое с иммагинейшн и MIPS, решил купить всю иммагинейшн, кроме американской части, то бишь MIPS. После чего MIPS купил венчурный фонд Tolwood Ventures, к чему присоединился дополнительным инвестором в последнее время, там возникли еще второй инвестор, которые, в частности, решили поменять приоритеты в компании. Вот. То есть, ну, вот этот вот инвестор, который Толл Дэд Вейчерс, значит, за сего зовут Дадо Банатау, он самый известный хайотек-человек с филипинского происхождения, то есть он там находится в списке Форбса, он в свое время оставал компанию Chipset, которая сделала чипсеты для ранних IPM, IPC, XT, IPM, IPC, EET. Сделал первые IPC и чипсеты. Вот, и он, в общем, решил компанию, так сказать, начать в любую новую жизнь, и в числе этого решения, вот, они решили вот старую образовательную программу сократить. А теперь президент компании ждет от меня личного предложения альтернативы. Я ему хочу дать в качестве альтернативы предложение следующее, чтобы превратить образовательные программы MIPS в community-based образовательные программы, с тем, что имеется некий независимый сайт, например, mipsrpg.com, на котором просто используются эти вот образовательные материалы, которые MIPS indoors. То есть он говорит, что мы за это стоим. Я поговорил об этом с MVP-инженер Дэвид Лао. И Дэвид Лао сказал, что если я могу сформулировать предложение, при котором группа людей делает, образовательные программы, которые можно применять в других странах, то есть не только в странах СНГ, но и в любых странах других континентов, и им при этом имеют личное качество, то эта компания готова им торжеств. Вот я вам говорю, раз высшая школа экономики готова выступить спонсором ВТДРА, в дополнение к сказниту в Казахстане, там с кем-нибудь еще, то тут имеется возможность использовать MIPS в качестве конкурсмента и маркетинга для произведенных нами образовательных материалов. Ставить его конец там School MIPS, MIPS IPGA, там еще чего-нибудь, и потом распространять это не только в России и странах СНГ, но и в разных других странах. Вот что является значительным, так сказать, что может быть важным для всех присутствующих, тем самым если делать курс, который превосходит курс в том же самый MIT, если он будет использоваться в других странах, то это будет хорошо. В общем, но, значит, Роберт Оу сейчас пробует перенести это все на Дитилент. Вот, я, значит, думаю, что если это будет там в...